Денис 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 Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре Куполь. Вот только волосы побелели. Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне иступленное стихотворение о трагедии Мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран. А в 1946 году Арагон был веселым. Еще свежей была победа. Приехала из Москвы Люба. Фатинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся. Она, как когда-то, смеялась, но рассказывала грустное, как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишнякова отправили в Освенском. Замучили художника Федера. Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам и умер без медицинской помощи. Андре Шамсон позвал нас к себе. Он был директором музея Птиполе. Мы ходили по пустым залам. Музей был закрыт. И я долго стоял перед холстом в АТО. Снова думал о непонятной силе искусства. Когда в АТО было 20 лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев. Пять лет спустя он нашел себя. Вот паяц, в котором все горе художника. Да и трагедия внешнелегкомысленного века. Профессионал-комик, забывший про свое амплуа. Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией. Он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее. Окна квартиры Пьера Котта тоже выходили на сену. Вода никогда не надоедает. Она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем, о поэзии, о бедо, о времени и о минуте. Пьер Котт объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна. Предстоит междоусобиться. Неизвестно, кто победит. Франция разорена, а деньги у Америки. Нас позвал к себе Эфель. Печально дурачился, показывал новые карикатуры. Ланжевен плохо выглядел, постарел. Его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Он сказал мне, все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди. Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись. Говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции. В Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского. Шли споры о мирном договоре с Италией. Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное. На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты. Только Вольтер исчез, немцы соблазнились не усмешкой, а бронзой. Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж. Я отвечал, нет, город тот же. Но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным. Париж очень изменился, сказал я Денис, и тотчас поправился. Наверное, изменился я. Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке. Французы понимали, что такое война. В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения. Она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые. Во Франции было трудно с обувью, на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв. В одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельщицких районах, где до войны кабаччик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Лоболь развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же идтили с жителями разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, нет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо. Те, что разбогателись за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. Ван Же, владелец ликерного завода Мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил, немцы очень ценили наше изделие. Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени. 1942-й был замечательным. Они говорили о достоинствах вин, один год не похож на другой. Но я вспоминал ржев, сожженные старицу, голодных солдаток. Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались остроумием Кокто, Жеруду, Солокру. В доме Анатолия Франца я увидел на стене размашистую подпись. «Здесь побывал солдат Клоцке». Всего год прошел после окончания войны. А многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах, то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фарша. Я его встретил 14 июля во время демонстрации. Он сказал, я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в бикини. Там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини — это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много. Фарш объявил войну крупным мародерам, богатевшим на вине мясе и хлебе. Но своим постом продержался всего 4 месяца. Короли Черного рынка оказались сильнее. Все путалось. Были и мюнхенцы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет» выведенные краской, дегтем, мелом ответы на референдум. Передо мной фотография. Президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом Эрио, премьер Бидо, Торрес, Ланжевен, посол Богомолов. Торрес жил во дворце Матиньон, как-то он позвал нас ужинать. Сыновитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказалась неприязнь. Конечно, Торрес был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком. Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов седьмой раз приглашали Курном. Многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Деголь предложил отвергнуть текст новой Конституции. Новая Конституция была одобрена незначительным большинством. Пьер Котт был прав. Я увидел Францию, расколовшуюся на две половины. Впрочем, это началось давно, еще в середине 30-х годов. Рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938-1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю. «Мы провели несколько недель в Рашфор-Сюрлуар, где нас приютил владелец аптеки, поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слухшего красным. Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил. Этот кабачик сотрудничал. Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах, крупный землевладелец и торговец вином. Большинство голосовало за правых, а меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов. Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том, о сем, как мне передавалось общее беспокойство. Духота слишком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы. В другом городке, который славится вином Вувре, в пещерах погреба. Там зимой не холодно, а летом не жарко. Вувре, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил, зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые. Мое богатство оплачено потом трех поколений. Дочь другого винодела, Бедуар, была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом. Он говорил, «Мой отец был коммунаром». А 12-летняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов. В точности определяла год вина и откуда оно, с холма или с участка возле кладбища. В лимузине я познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках. В моей голове рождались многие герои бури. Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню «Свясти, свясти, товарищ». Я побывал в Орадуре. Жители этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы, шоколадоменье. При въезде в город плакат предупреждал «Тише». Развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур. Его мэр был коммунистом. Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье. Там праздновали 50-летие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал. «Я выступал в Эймутье 40 лет назад. Помню, на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч». Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз победитель. Он сможет спокойно восстанавливать города. Расцветет культура. Никогда американцы не посмеют напасть. Западная Европа восстанет. Потом он спросил, правда ли, что в Москве закрыли музей западной живописи. Я там несколько раз был. Чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов. Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка. И вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию. Там были прекрасные пейзажи Синьяка. В Дордани можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люр Са, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал, товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал. Мы решили создать парт-организацию. Отдыхать мне пришлось недолго. Известия торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы Франции и Советский Союз просило поездить по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможи. Приходилось выстаивать на различных приемах, в мэриях, в отделениях общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможи я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор Лошмерля Шевалье хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зощенко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик Нормандии Жофр. С ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков. Все стояло на своем месте. Отвага, могилы, дружба. Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась. Я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью. Несколько раз я заходил в Луксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь немирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эванс. В глазах журналистов он вскоре стал звездой. Знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал. И в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал, сейчас выступит Эванс. Я на себе почувствовал, что такое холодная война. Когда я остановился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или, по меньшей мере, вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен. У меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяя, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы. Наверное, мне поставят памятник в Черной Африке. Но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов украденные у них деньги. В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали «Москва готовится оккупировать Францию!». В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан. Одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари. В очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте. Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось. Холодная война шла в любом французском городе. Пьер Котт говорил, исход неизвестен. Человеку не хочется огорчать себя. И мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень. В октябре цвели розы. Люди улыбались. Характер у французов легкий. Они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо. Я зашел к Жанри Шару Блоку в редакцию Сесуар. Он предложил пойти в соседнее кафе выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды. Социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство и в парламенте, и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку. «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «Перемелится мука будет». Перевести было нелегко. Но я перевел и, шутя, добавил. «У нас иногда говорят вместо «мука» — «мука».» Он сердито посмотрел. «Мука, когда мелют, а когда перемелют, должна быть мука». В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже, работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали, вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет. В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы Ницца, где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое по многим фотографиям, но когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза. Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на 8-10 лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было 77 лет. Он поздно начал. Пикассо в 14 лет рисовал как опытный мастер, а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было 20 лет после операции аппендицита, он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер возрождения Мазаччо умер в возрасте 27 лет. Столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые станции. Пикассо успел до 27 лет написать холсты голубого периода, розового, авиньонских девушек и пришел к кубизму. А умри Матисс в 27 лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом. Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал, когда меня понесли на операционный стол, «Я про себя простился с жизнью. Случилось чудо. Судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку. И знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему, людям, деревьям, краскам». Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно. «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю». За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около 15 рисунков. Два подарил мне, и под лицом красивого юноши, чуть улыбаясь, надписал «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее. «Таким я вас представляю». В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал, «Это голова, глаза, рот, плюс то, что я о вас знаю». Работая, он все время разговаривал, точнее спрашивал, хотел, чтобы я говорил. «Это мне не мешает, а помогает». А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками. В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня. Но тотчас поправился. Лучше сказать, «Вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к натуре, он улыбнулся. «Я всю жизнь учился, и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы». Меня поразила точность линии. Рука не колебалась. Потом я увидел документальный фильм о Матиссе. Там применен способ замедленного показа. Видно, как точно художник проводит линию. Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой. «Конечно, за 60 лет кое-чему я научился. Далеко не всему. Помню, я читал книгу Охо Кусайи. Он прожил 90 лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться. Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении, а мы говорим, сегодня хорошо работает. Это связано с внутренним состоянием. Иногда чувствуешь, значит, видишь, а иногда не выходит. Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст. Во время последнего сеанса он мне говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, дилекторскую, которая помогала ему в работе над картонами. «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную. Скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» спросил Матисс. Я ответил, «Очень». «И вам ничто не мешает?» «Нет». «Мне тоже». «Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра, почему у слона подняты вверх бивни. Хобот слон может поднять, а бивни, зубы, они не двигаются». Негр послушался. Матисс снова позвонил. «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы. Бивни на месте, на искусство кончилось. Тогда же он начал говорить о бестоках современной живописи. Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее с Мане. А может быть, и куда раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того, чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников. Каждый из них расходится с другими. Я не знаю, какой род был у Энгра. А Гюго я знаю по догеротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию. Если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься. Он много курил. На кровати лежали пачки различных сигарет французских, египетских, английских. Моя жидкая пища однообразная, и ничего не говорит Небу. Различный вкус сигарет — это то чувственное наслаждение, которое мне оставили. Беру одну, потом другую, ну и глаза. Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине. Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров Полинезия были почти закончены. Много позднее я увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги. Он не мог сидеть у Мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте 85 лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность. И глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке при кованом кровати, видишь крылья творчества. Матисс расспрашивал меня о Москве. Я там был ровно 35 лет назад, в октябре 1911-го. Меня пригласил Щукин. Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это может быть самое значительное в мировой живописи. В Москве я кое-что понял, почувствовал. Я не разбираюсь в политике, но не скрываю мои симпатии к вашей стране. Наверное, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми. Ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок. Матисс всегда чуждался политике, однако после начала Холодной войны он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо спасти мир. В 1947 году я написал для литературной газеты статью о борьбе за мир. В ней были такие строки. Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых Франции, покойного Ланжевена и Жилье Кюри, крупнейших ее художников Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов Арагона и Элюара. Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в Леттер Францесс. А несколько дней спустя в Париж пришел номер литературной газеты и антисоветская печать с восторгом поместила примечание. Редакция считает неправильным, что товарищ Эренбург обходит молчанием вопрос о формулистко-декаденском направлении творчества Пикассо и Матисса. Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие в Ротславскому конгрессу, а в 1950 году подписал стокгоймское воззвание. «Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов. Мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца». Он рассказывал о русских коллекционерах. «Щукин начал покупать мои вещи в 1906 году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, все. Говорят, что есть художники, глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом. Я говорил, «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие». Он глядел и в конце концов говорил, «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладисти. Брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи. «Лидия, принесите портрет Щукина». Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал, «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что музей западной живописи закрыт. Холсты Матисса хранятся в фондах. «Куда я его отвезу?» Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз. Наверное, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя, нужно было взять и сохранить у себя. Теперь бы он висел в Эрмитаже или в музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят «крепок задним умом». Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара. Сказал и про то, как тяжело было читать стихи о радости среди могилы развалин. Матисс ответил «Я вас понимаю. Я думаю, что поэт похож на художника, а живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но если художник не в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует. Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце. Там и умер, влюбился в света юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шалях, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы. Он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача, я увидел творца радостного ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать, мудро, скажу не страшась, что слово может признуть, весело. Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью, и уроком. В последней части этой книги, еще меньше, чем в предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать события ни к чему, они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, ротонда, кафе, где ничевоки провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны. Но вряд ли стоит перечислять все эпизоды холодной войны или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться понять время себя. Но объяснить все, что я видел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, забравшимся на гору, откуда все как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее. Это не могло никого удивить. Я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом. Задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю. А главное, из того, что знаю, далеко не все понимаю. Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже преподумать занавязку исповедальней, я думал о своей частной жизни. Хотел предупредить, что если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в кружении сердца взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальней, но и занавес театра, на сцене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим. Из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим. И почти все люди, с которым я встречался живы. Скажу и о событиях. У писателей есть своя внутренняя цензура. Она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, когда давно растекреченных историй. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои сегодняшние идеи, пытаясь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или с другого века. Битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали. Но, конечно, о самом главном я не хочу, да и не могу умолчать. Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту, окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал Оттепель. Последнее сказание таким образом написано не будет. Я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутная история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь. Возвратившись в Москву, я вернулся к Буре и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что нескоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать. Не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг. Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал бурю, мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколикой. Во Франции рабочие проиграли массовые завастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали вверх. Я слышал новые слова план маршала, доктрина Троумана, превентивная война. Это было неправдоподобно и страшно. Ведь не прошло и трех лет со дня общей победы. Люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал по радио псевдоученые разговоры о необходимости отстоять западную культуру от советской экспансии. Слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура». Его выступление совпало с созданием Североатлантического Союза. Все это слишком напоминало рассуждение гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной северной расой. В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать как пирог на куски, отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то от них не для того, чтобы принизить другие народы. Хадуи нужны карликам, и о своем расовом и скононациональном превосходстве обычно кричат люди, неуверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века. Белинский сто лет назад писал, что европейские народы нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных. западные газеты меня называли беспечным шулером и остроумным циником. Знакомые слова. А у меня на сердце скребли кошки. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Компания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фанвизин. Это очень старая болезнь. Восхищались немецкой техникой, уверяли, что немец луну сделал и одновременно залихватски повторяли «русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися, что трудно было определить «где начинается одно и кончается другое». Часто выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданные мятливым мадам де Кордюков. Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире и сообщение о том, что какому-то голландскому негацианту понравился русский балет. Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, каким искажением приводила компания против низкопоклонства. О работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр камамбер был переименован в закусочный. Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому неведомого радиотехника Попова. Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел беспроволочный телеграф, изобретен в 1895 году Поповым, Россия, и Маркони, Италия. В палате депутатов бедой издевательски сказал, нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов. Я ответил вправде, мне отвратительно национализм. Я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением господина Бедо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бедо. Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дымотечество». Нейн хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дымотечество» Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило. Попытка Симонова иметь собственное суждение или название повести, но только культура и жизнь обругала дымотечества, а заодно Федина и меня. Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который справлялся о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок. Антисоветские газеты торжествующе сообщали о новой расправе с советскими писателями. Одна даже спрашивала, интересно, отделается ли Эренбург Сибирью или его жжет пепля? Очередной жертвой стал молодой писатель Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сражил солдат Казах. Поскольку отступление продолжалось, Казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал и считаю двое в степи одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании, и у меня сохранилось письмо от Эммануэла Генриховича. Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи. Закевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством. Убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживания. Смерть еще меньше считается с логикой, история. Слишком часто она замахивается косой на зеленую невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиками и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пяти десяти лет. В 1949 году праздновали пятидесятилетие Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта. Особенно нравился он сам. Были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию в эпоху инфляции слов. Это было сказано на писательском вечере и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом. Видимо, клеймол живой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи. Есть в нем душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с большим доверием думал о жизни. Пока я писал бурю, меня вручала работа, а потом пришлось прибегнуть к старому лекарству. Поездка с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года. Приведу список из записной книжки. Орша, Минск, Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляй, Паланга, Леопая, Елгава, Рига, Тарту, Таллин, Нарва, Ленинград, Новгород, Валдай. Калинин, Кашин, Калязин, Варшава, Вроцлав, Лодзь, Киев, Владимир, Суздаль, Иванова, Тула, Орел, Пенза, Белинский, Ленинград, Таллин, Варшава, Вроцлав, Кельцы, Краков, Кишинев, Бельцы, Сороки, Фалешты, Бендеры, Белград, Килия, Измаил. Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал внештатным сотрудником общества по распространению политических знаний. В одном селе устроили доклад. Я должен был рассказать о поездке в Америку. Самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Пагар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготовляют сигары на Западе. Была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. Я увидел много интересного, хорошего и плохого. Большие заводы и непроезжие дороги, богатство древней Суздали, работа эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии. Не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область. Праздновали столетие со дня смерти Белинского. Меня включили в писательскую делегацию, руководителем был Фадеев. В Пензе открыли памятник Белинскому, Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди, они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве. Больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салпякова Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о коровине, о бубновом валете, в осызанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой. Кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве. Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть наоборот, тысячелетие сгущается в один час, кончится, и чувствуешь, что прожил несколько жизней. Новая повсюду перемежалась со старым. В Лермонтове, в Тарханах, колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова. Разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но когда ему сказали об этом, он ухал в лес. Учительница истории Ворыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково. Там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинске на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много народу. Колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии. С них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грудят, а по пути в Чимбар половина товара бьется. Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе, хлестоколствую, ведь все говорят «расскажи Сталину». Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил. «Писатель, он тебе опишет ни изба дворец, ни горшок в ваза». Он долго повторял, кашляя и ругаясь «Ваза!» «Мы вышли». Учительница, по уши влюбленная в литературу, растерянно говорила «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!» А я подумал, пожалуй, он прав. Год спустя я поехал с Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством. Там, среди прочего, хранилась замечательная скульптура Донателло. В городе была прекрасная библиотека, а в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил. В одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу. Надпись объясняла «Жизнь и быт княгини Аболенской». В другой стояло ничем не примечательно скульптура с ярлычком «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в пойме у писательницы Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невешкино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные, покосившиеся избенки. Школа казалась полуразвалившейся. Все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невешкино рядом. В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир» Анну Каренину, но в доме видишь Льва Николаевича старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего толстовцев, того толстого, который пахал со смирением, что пачек гордости и завещал похоронить его без имени, без плиты. Может быть, больше всего меня взволновала его могила. Он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером природой. Я поехал в Спаское. Там, под тенистыми кленами, Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж. Когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флегелек и написал Виардо, что живет как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками. Поглядел на дом Лескова. Постоял в заброшенной могиле фета. В Чамбаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина. Я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах или говоря по-иному в селе Лермонтово. Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский. Нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. Я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство. Она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу. Там ведь театр. До железной дороги больше 30 километров. Иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков. Сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов. Ох, как я испугалась. Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли. Музей был смешанным. Отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к демону. В другой висел большой портрет, Сталина. Ночью я написал стихотворение. Никогда я его не печатал, а теперь приведу, потому что оно клочок обещанной исповеди. Тарханы — это не поэма, большое крепкое село. Давно в музее безумный демон сдал на хранение крыло, и посетитель видит хрупкий, игрушечный, погасший мир, изгрызенный в муки трубку и опереточный мундир. И каждому немного лестно, что это Лермонтово кресло. На стенах множество цитат о происшедшей перемене, а под окном заглохший сад и счастье, скрытое в сирене. Машины облегчили труд, в селе теперь десятилетка, колхозники исправно чтут дела прославленного предка. И каждый год в тот день июля, когда его сразила пуля, в Тарханах праздник, там с утра вся приодета детвора. Уж кумачом зардели арки, уж сдали государству рожь, и в старом Лермонтовском парке танцует дружно молодежь, здесь нет ни топота, ни свиста, давно забыт далекий выстрел, и только в склепе весь продрог стоит обшитый цинком гроб. Мотор заглох, шофер хлопочет, а девушка в избе бормочет, все тот же сердцу милый стих, и страсть в ее глазах глухих приподняты углами брови, а ночь как некогда темна. Поют и пьют, стихи читают, скверно словят, а сердце в цинк стучит, все выпито до дна. Люблю отчизну я на странной любовью. А что тут странного? Она одна. Конечно, я люблю родину не только потому, что она одна, люблю и потому, что потомок выходца из Шотландии написал Тамань, перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок. Люблю за то, что колхозницы села Лермонтово смелые, измученные, гордые солдатки пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за перемены, о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе, есть речи значение темной или ничтожной, которая пошла на Гамлета и повстречала волков за то, что с захудалом Чамбаре вырос Нистовый Виссарион равнопреданной справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями волчий враг, соседка, верхозим, шемшейка, за цветистость и ругани, истыгливость и ласки, за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком признании «Она одна». В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу. Туда отправляют делегацию писателей Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся. «Да вы сами знаете, прожили пол жизни за границей». Я подумал, одно дело жить, другое входить в делегацию. В купе я оказался с Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской Республики. Мы долго спорили, как разместиться. Каждый пытался взобраться на верхнюю полку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только в тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу. Он министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговаривал со Ствардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал, «Будет обязательно помолка». Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве. Многие украинские слова мне кажутся загадочными. Помолка — это ошибка, потом мне объяснили. А тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы. Это была вторая моя поездка за границу в составе делегации. Я тоже побаивался. На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидал другую Польшу, не то, что видел двадцать лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власть, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно. Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал. Характер народа не меняется, меняется жизнь. В 1947 я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было. Погибли и всем известные, прославленные, и те, о которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бойжеленским. Мы проспорили весь вечер о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которое обезоруживает. Ему было 67 лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в 30-е годы я встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Синьора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в Музье, а когда мать присылала ему из Польши посылку, он говорил пачку, угощал нас с рябиновой водкой и полень двицей. Летом 1939 года он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы я часто бывал в Варшаве. И хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер. И эта глава, наверное, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях. В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров. Память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша погибла от того, что каждый пан всеми кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувин говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля «Это поэтический народ». А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против советской России. Я задумался, и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял. Человеческие ценности, радость труда, борьбы, любовь, искусство, осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое глоток воды. Я писал, что значение Родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей. Они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национального достоинства. Я рассказывал, как Тувим, бродя со мной среди развалин Варшавы, повторял, посмотри, какая красота. Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, но и в страсти. Меня притягивает к полякам страстность. Она в национальном характере. Она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинского. Страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях. Она в Домбровском, о котором когда-то мне рассказывал старик-коммунар, и в Янаке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, надивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковин и клубок судеб. Я читал много суровых оценок барокко, чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность, казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением, простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Бангоры, Марино или Грифиуса и теми глиняными христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. Здесь похоронено сердце Шопена, чужестранец девица, а не это в характере Польши. В 1947 году польское правительство подарило нам четырем советским писателям произведение народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Голковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные чисты. Я гляжу на зверей, которых нет и не было, на которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей. И вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силы искусства. Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников, однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир, начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимжа Брандеса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии. Я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал. Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины, в них все оттенки и все благородство горе. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаюсь не только вкусу, но и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше. Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщина, которая таскала камни на стройке в Варшаве. Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из Камандра, с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким. А за его иронии скрыта доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная, Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы. Он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в 30-е годы. В польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс. Видимо, и писатели, и конгрессы всегда были, это как дождь. Новелла напоминает Тургеневские вешние воды, но в ней воздух нашего века. Любовь не та, да и не то отчаяние. В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу 20 лет назад, когда мы жили в разных мирах. Старался быть особенно вежливым обходить темы, связанные с трудностями того времени. Словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому, что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен. Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Науколская, ей было за 60, драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онерами, а в Бресте нас никто не встретил. Потом я узнал, что телеграмма опоздала. Все выглядело катастрофично. Винтуристи наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Науколская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. На беду в ту самую минуту в вагон вошел генерал, а дитам тащил его чемоданы. Я позвонил в секретарю обкома. Рабочий день кончился и разыскал я его дома. Он выслушал, пособолезновал, но объяснил, что в обкоме никого нет, где же он достанет деньги. Я начал увещевать, молить, даже глухо пригрозил дипломатическими осложнениями. Он отвечал, попробую, но за результаты не ручаюсь. Прошел час-два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал, добровольски что-то говорил о стихах Колчинского и Пастернака. Но мне было не до поэзии. Я-то и дело убегал, звонил секретарю обкома, глядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал. Достал на три спальных. Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь, а мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня ужин, завтра завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать, значит еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске. Жалко, что до города далеко. Я попытался попросить в вагоне ресторана, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено, в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку. Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал, я хотел бы увидеть поэта, который может превратить пустую бутылку в полную. Я убежал, снова утром мы сказали, что не завтракаем, пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми и вдруг я увидел Петра Усиновича, который несся обратно как чемпион по бегу. До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет. Вот все, что нашел в ящике стола. Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо. В вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его, сколько у вас денег? Он ответил, ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, поужинаем, выпьем бутылочку вина. В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены. Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся, да ведь это чисто польская история. Смеялся потом и Кручковский. Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отдаляет от поляков, я меньше всего думаю об интуристе. В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувин, даже Броневский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто больше нас не разделяет. Слонимский Ивашкевич это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и беседуя с ними не ощущал границ стран или границ поколений. Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, ни впоследствии в Польше я не знавал одиночества. Это сухая справка, но она говорит о многом. Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть самые тяжелые в моей жизни. И я надолго прервал работу, не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее? На жизнь не корректура и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло 15 лет, я не хочу бередить заживающие раны, не назову некоторых, меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом. Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью Михоэлца. И прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал, а понял и полюбил в годы войны. Одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым, в жизни он был небольшого роста, и лицо у него было не короля, а скорее насмешливого интеллигента с выпуклым лбом и выпеченной нижней губой. Но на сцене высокий трагичный король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений. Я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейрхойт, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом. Он любил русский язык, и его друг Алексей Толстой иногда говорил, не понимая, почему Соломон не хочет играть в русском театре. Но у Михоэлса было любимое дитя, еврейский театр. На спектакли этого театра приходили зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зузкина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон Кихота или бедой Тевьи Молочника. Во время войны Михоэлс был душой еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии из старых героев Шаламалейхима и девочек пионерок. Михоэлса послали вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада. Слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фефер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома. После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей. В их глазах он оставался мудрым рэбе защитником обиженных. И вот Михоэлса убили. Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым Потаповым по поручению комитета присуждавшего сталинской премии. Он должен был дать отзыв о постановке выставленной на премию. Ночью его позвали в гости. Он шел опять-таки вместе с Голубовым Потаповым по одной из окраинных улиц. И там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года. Полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зузкина, все задумались, а как погиб Михоэлс? Недавно советская газета, выходившая в Литве, рассказала, что Михоэлса убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке, конечно не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего развлекался. Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали, произносили речи. Помню выступление Фадеева. на улице стояла толпа, многие плакали. 24 мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил, было очень горько, но я еще ничего не предвидел. В сентябре 1948 года я написал для правды статью о еврейском вопросе о Палестине об антисемитизме. Вот несколько цитат. Мракобесы издавна выдумывали неболицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, не похожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной обособленной жизнью, не разделяя радости и горести тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи это люди, лишенные чувства родины, вечные перекатиполе. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями. Да, евреи жили отдельно обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь народов. Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому что насилие и оскорблении лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты? Мало общего между евреем-тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая. Эта связь рождена антисемитизмом, невиданные зверства немецких фашистов, в странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбление сначала, печи Майдан и Копотом, все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных. Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями человека-ненавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастье, а право на человеческое достоинство за три девять земель. В статье я приводил высказывание Горького Ленина об антисемитизме цитировал и Сталина «Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма. Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют еврейским вопросом. Ребенком я слышал разговоры о деле Драйфуса о еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются натравливанием русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм пережиток, порождение фанатизма и невежества. И в этом я разделял его суждение. Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами. Книга Иова, песнь песней, экклезиаст, евангелие, в том числе запретные, апокалипсис, шартретский собор, акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись Фрабиата, индусские богини Веллоре, фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам. Меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов. Один из них Аполленер был по происхождению поляком, другой Макс Жакоб евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни. Однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского возрождения, а не с древним Ягве. Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождения. Были времена, когда я о нем редко думал. Были и другие, когда я повторял всюду, где мог, я еврей. Мне кажется, что солидарность с теми, кого преследует, азбука человечности. Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей. Об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приводили черные списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением, Бенда, Анна Зеггерс, писатели, которых я читал, как, например, Кавка. Есть ли какой-то особый присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заостряли иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейна полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется, происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников Модельяне, Кавке, Сутина, я вижу прежде всего трагичность. Она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как еврейские штучки. В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления, евреи распяли Христа. Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды. В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса. Оно показало, что антисемитизм, прятавшийся в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франц, Метерлинг, Энзор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мербо, Маларне, Шарль Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты. Борес, Морас, Де Рулетт. Анти-Дре и Фусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами. В своих газетах и листовках они называли Золя итальяшкой. До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила, еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла расовая теория Гитлера. Конечно, разговоры о существовании низших рас не были новыми. Рассказывая о поездке в Южные Штаты Америки, я хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в 20-е годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существует высшие расы, прежде всего арийская или северная, и низшая, среди которых самая низшая еврей. В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком «Бей жидов! Спасай Россию!» хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным. Призраки прошлого отстаивали власть тьмы. В конце 20-х годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его гомельский портной лазик Ройтшванец Горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших непманов и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину, однако земля, которую называли обетованной, оказывается похожей на другие, богатым, хорошо, бедным, плохо. Лазик предлагает организовать союз возвращения на родину. Говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле, его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли еврейским швейком. Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений, не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих статирических страниц мне кажется преждевременным. Приход Гитлера к власти меня поразил. Цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь», так называли гитлеровцы «ночь грандиозных погромов», была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы сбли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Ромена Ролана, Золя, Борбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов арийского происхождения. Испания я увидел среду исключен фашизма. Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества звезд. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев. Нужно было опровергнуть эту ложь. Идеи сионистов связанные с древней историей никогда меня не увлекали. Государство Израиль однако существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследования подобных инквизиций. В различных калифатах Андалузии жили и работали такие люди, как философ Маймонит и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля. Да они и не хотят туда уезжать, они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки. Они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков. Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старухи младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм отвратительно пережиток прошлого, что он исчезнет, так исчезнут все расовые предрассудки. Только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков дело очень долгое. Вернусь ко времени, о котором рассказываю. В конце 1948 года закрыли еврейский антифашистский комитет газету Эйникайт. Вскоре арестовали поэтов и прозаиков, которые писали на идиш, Перецемаркиша, Квитко, Бергельсона, Фефера и других. В январе 1949 года газеты сообщили о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков. Почему кампания началась со второстепенного вопроса, с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург? А может быть, случайно, не все и равно, в какое место пруда бросить камень, лишь бы от него пошли круги. В первой же статье, которая открыла новую кампанию, имелась такая фраза. Какое представление может быть у Гурвича о национальном характере русского советского человека? Два дня спустя я прочитал другую статью. В ней Гурвичи и Юзовские писались со строчных букв. Круг космополитов ширился. Критикам присоединили некоторых поэтов и кинорежиссеров. Две недели спустя начали разоблачать безродных космополитов, скрывавшихся за псевдонимами. Многие мои русские друзья с возмущением относились к происходившему. Помню беседы с Образцовым, Кончаловским, архитектором Рудневым, Фадеевым, Всеволодом Ивановым, скульптором Лебедевой. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди. Преследование космополитов не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно, не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из-за миграции, репрессированных в 30-е годы, имеющих за границей родственников. Произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ. Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать, начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал в звонках. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще проверяли. Знакомые поосторожнее звонили из автомата, хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал «слушаю», клали трубку. В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту. Мне тогда хотелось жить, как у многих других у меня стоял на готове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому что мне было уже не 47 лет, а 58, успел устать, начиналась старость, а может быть, потому что все это было повторением, и после войны, после победы над фашизмом происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно, под утро. Мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова. Его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня. В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул, значит, неправда. Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил, могу сообщить хорошую новость, разоблаченный арестован космополит номер один, враг народа Илья Оренбург. Я написал короткое письмо Сталину. Писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного, чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку. На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло? Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить. Но почему вы не предупредили нас раньше? Я говорил с товарищем Поспеловым. Это все, что я мог сделать. Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал. Поспеловым несколько лет спустя говорил мне, что это неправда. Он все передал, но его слова не возымели действия. Сразу затрещал телефон. Различные редакции говорили, что произошло недоразумение, статью напечатают, просили еще написать. У меня в это время были Эфрос и Чернявский. На диване лежал Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили. С задним умом все крепкие. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. Фадеев говорил мне, что компания против групп антипатриотических критиков была начита по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо, это пахнет антисемитизмом». Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано. От злорадства зарубежных врагов нашей страны не было вдвойне горько. Я видел народ, который 30 лет подряд боролся за идеи октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был не повинен в тех газетных статьях, о которых я говорил. Он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути. Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Шефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. К левету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод. Выжил, значит, предатель. Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж на конгресс сторонников мира. Защита мира казалась непрекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии, да ведь это пытка. Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки. Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность. Меня вызвал Григориан, занимавший довольно высокий пост. Жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, припечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово». Почерк показался мне мучительно знакомым. Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внуковой щебелел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь, и отвечал «Конечно». На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Нидлину. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером, мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать и не мог. Вдруг я понял, что заболел, весь в поту, наверное, температура. Это уж совсем глупо. Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала Плиель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел. И был жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал «Ну и жарища». Я вытращил глаза, «Вам значит тоже жарко». Он в свою очередь удивился, «Да ведь тридцать градусов». На газете пишут, что такого в апреле не было сто лет. Я обрадовался, «Значит не болен». Я увидел то, чего прежде не замечал. На верандах с косой люди без пивяков жадно пьет пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно. Арагон повели меня в ресторан «Медитеране». Там было шумно, тесно. Люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. Алуи и Эльза меня спрашивали по-русски, «Что это значит космополиты? Почему раскрывают псевдонимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор. Я старался улыбаться. Ворочали утищами огромные лангусты. Соседи смеялись, было нестерпимо жарко. В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет. Мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся сбоку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать. Что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты, заболеть, объяснить, что я не смогу выступить, просто сказать «хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал перед смаркиш, таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял «домой». Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени. Время это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать. Добавлю одно. Самой страшной была первая ночь в Париже. В длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он верен людям веку судьбе. Утром, когда я брился, в комнату бежал Фатинский. Я прочитал газеты, что ты приехал, а в посольстве сказали «Где ты?» Фатинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках. Много интересных выставок. Ты сейчас свободен? Мы пробродили до обеда. Я глядел то на сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблоки и сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фатинский вдруг стревожно спросил «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, ни ничего не мог забыть. Мне трудно было разговаривать, отвечал не в попад. Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, не бросилась в глаза заметка. Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которую поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской Конгресса за мир. Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Оренбургу, который написал клеветнический роман «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Оренбургом защищать мир будут уполномоченный ученый Бернал, неизвестный в научных кругах на слишком хорошо известной полиции, некто Цвейк, выдающий себя за писателя, разумеется, Жюлё Кюри, решивший окончательно променять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и Станклоэн Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, нового, беззащитного Парижа. Я засунул газету в карман и сказал Фатинскому «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять. Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих ультра. Фигаро, даже Орор говорили языком более сдержанным. Но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что как бы ни были горькие события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день. Я как-то очнился, даже повеселел. На следующий день открылся конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плеель, в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и магистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жиле Кюри, Пикассо, и во фарже Арагона узнавали, приветствовали, разглядывали яркие народные костюмы некоторых полики, словачек, юпочки, шотландцев, гадали, откуда приехал бородатый епископ во слепительно белом клобуке из Греции или из Болгарии. А это был митрополит Крутицкий Николай. Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук. Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым южным, самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было вновь. Речи то и дело прервались возгласами, смехом, аплодисментами. В 1949 году холодная война перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы. В том же году в Бонне была провозглашена Федеральная Республика, а полгода спустя образовалась Демократическая Республика. На одном из заседаний Конгресса огласили сообщение, что народная армия освободила Нанкин. Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои, сражались и в Греции. Перед открытием Конгресса партизаны снова заняли гору Граммос. На исход гражданской войны был предрешен доктриной Трумэна. В Италии это и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернуться с события. Мне казалось, что и самой Франции борьба разгорается. Только год спустя я понял, что грандиозные забастовки 1947-1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги, план маршала, заводы начали обновлять обветшавшее оборудование, в магазинах стало больше товаров, правда, цены росли, многие французы еще жили очень плохо, но все понимали, что страна экономически встает на ноги. Однако и читатели Фигаро, и читатели Юмонитэ боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939-го года. Мы решили провести каникулы возле Брива, там уже мы тетка, конечно, если не начнется война. О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей. Слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня-завтра русские танки двинутся к Атлантическому побережью. Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать Конгресс, но не выдержали. Передо заметка в Парипресс. На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Оренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира. Нельзя делать два дела вместе, говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу. Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером оттоше государственного департамента господин Мак Дермонт заявил, участники Парижского Конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы. Французская газета Ле Монт писала, что коммунисты нашли лозунг понятный всем. Был ли Конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По-моему, нет. Если просмотреть состав инициативного комитета приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ла Русса, следовательно, известны даже французским школьникам. Бывший президент Мексики Карденас, бельгийской королевы Елизавета, Генрих Манн, Матис, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Солокру. Среди различных организаций, поддержавших созыв Конгресса, я нашел такие. Союз часовых мастеров Женевы, Университет Панамы, Союз художников Аргентины, Объединение Мелких Коммерсантов Туниса, Ассоциация Норвежских Домашних Хозяек, Лига Защиты Детей в Сирии и другие, мало напоминающие Компартии. На Конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, но и к социалистам. Американского юриста Рогга я встретил впервые на Вроцлавском Конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путанными идеями, деловым и в то же время наивным. Я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев. Мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства. Молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели, однако проводили Рогги аплодисментами и выбрали в постоянный комитет Конгресса. На втором Конгрессе в Варшаве Рогги протестовал против нападок на Югославию, обвинял в Корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных диригатов. Он отошел от движения. Английский юрист Мур с юмором напоминающим пиквикский клуб обречал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи диригатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения приемлемого для обеих сторон. Холодная война приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала. Пожалуй, наиболее возлучила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седер Грен. Я сейчас посмотрел стенограммы Конгресса. Седер Грен сказала, «Нам «Нам угрожают два гиганта «Американский капитализм и русский большевизм». Шум в зале. Кончила мы словами, «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». Шумные аплодисменты. На Конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики. Итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зилиакус. Делегаты знали, что Жиле Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду коммунисты. Но для всех они были большими учеными или художниками. Как всякое движение, движение сторонников мира пережило и приливы, и отливы. Было текучим. Одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Блонберг, Веркор, Мартен Шофье, Кассо, Итало Кальвино. В 1952 году на Конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули досье шведский писатель Лунквист, депутаты Индийской партии Конгресса, японский профессор Ясоэ, многие другие. Пожалуй, всего характернее для движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками, ученых Жиле Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или Дастье. Если в 1949 социальная борьба в Западной Европе начинала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском Конгрессе было немало людей известных, перечислю хотя бы писателей, Арагон, Меруда, Элюар, Амаду, Арнольд Свейк, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич, Но это был прежде всего Конгресс людей, которых газеты называют простыми, хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей. В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны. Ее фамилия была Кере. На Конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир. Мой Лу был матросом, он погиб в 1942 году. У него была невеста, он был такой веселый. Мой Жозеф ушел в Маки, он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле, не зная зачем, и один мерзавец его выдал. Его пытали, потом убили и сожгли. Это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррес, а потом как Луи возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги. Он умер накануне Победы, 7 мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочки, его расстреляли возле нашего дома. Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны, а потом и руки ни к чему, некого обнимать. Я записал ее рассказ. Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей, итальянского писателя Бонтенпелли, Пабло Меруду, я их не видел после войны. Познакомился с людьми, с которыми потом подружился, с Жюле Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегил, о них расскажу в следующих главах. Мои дни были полны впечатлениями, многое и для меня было внове. На конгрессе были и югославы, но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли изменниками. Милый Андрич прислал мне голландскую сигару с записочкой «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом». На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плиель мою пресс-конференцию. Собралось полтора ста журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле Монт», относившаяся к конгрессу, скорее неприязненно писала «У господина Ильи Оренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джернале Диталия» сообщала удивительно спокойно Илья Оренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды. На самом деле я очень волновался, может быть, именно поэтому казался спокойным. После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял «Ах, Куба, скажи мне, откуда взяла ты эту лазурь?» Мы говорили о сути поэзии, о непонятном притяжении и отталкивании слов. И я не вспоминал пресс-конференцию. Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарован, сказал «Вы уже одеты?» Ничего не выйдет. Вечером я ужинал с итальянскими писателями. Пригласил меня издатель «Эйнауди». По его просьбе я выбрал ресторан, ту «Жозефину», куда водил генерала Галактионова и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж «Жозефины», чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне, «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», ответил я. Донесся шум. Это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо аппарат. В Сан-Ди-Суар появилась фотография с пояснительным заголовком. «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника. Фоторепортер умел работать. Если просмотреть стенограммы Конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь, не понравится и не пошлет на Конгресс. Я не только открещивался от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о священных камнях Европы. В конце речи я сказал, «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру. Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кончанцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне, считал и теперь считаю, что только при таком объединении можно сохранить мир. на следующий день в воскресенье был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буфалло. Из провинции прибыли караваны мира, поезда, автобусы, добрались караваны из Италии с мэрами 20 городов и в Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президиума Конгресса. Стадион вмещает 80 тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, 400-500 тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами, сохранили их как реликвии. К вечеру, сразу после конца митинга, разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместе я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконом платье. Так одеваются крестьянки отправляясь в город. Лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню, ведь дождей не было с февраля при необычно ранней знойной весне. Вот даже Бог почувствовал. По уличке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала, теперь они увидят, что люди не дураки. Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилл и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской Академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилл и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса. Они не могут нарисовать дерево. Кстати, господин Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой взад?» Я ответил «Разумеется». Пикассо сделал вид, «Хорошо, что я не в Лондоне. Их ведь двое, а вдруг и маршал бы присоединился». Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты. Вдруг Элюар тихо сказал «Это очень нужно. Не только мне или тебе. Всем это как воздух». Пикассо поглядел на часы. А ведь пора на конгресс. Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком. Слово вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек. Меня повезли на улицу возле театра Комедии Францесс. В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Меруда. Увидев его, я обомлел. Никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Меруда похож на Будду, другие шутя сравнивали его с муравьедом. Во всяком случае, усы ему не подходят. Да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Филии он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плеель до того, как власти легализируют его въезд во Францию. Об этом шли переговоры. Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделлу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать. На Конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительные овации. Не все, конечно, читали стихи народы, но все знали, что он знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через анды. Одни говорили пешком, другие на коне, третий на осле. Бог как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым сухарям!» А в зале было много молодых, они в восторге кричали, перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии, даже не речь, посвященная уставу организации объединенных наций. После конца Конгресса мне не удалось побродить по Парижу отдохнуть. Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможе, а меня в Дижоне. Я думаю, что все пройдет спокойно и удешал себя, что снова увижу город, который люблю. В Дижоне мне сразу сказали, ваш приезд бомба, наверное, вечером будет драка. Мне дали местные газеты и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который потом проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, подался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы эпок или аурор, уверяли, что падение Парижа грязная клеветническая книга, что конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что советская армия готовится к походу на Париж. В 12 часу ночи приступили к голосованию. 18 советников голосовали против предложения, 6 коммунистов за, а 5 социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосует закон, постановление, даже регламент. Но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижонском соборе Нотр-Дам. Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет. Не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайная авария, моё положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку. Тогда всем придется уйти. Я решил прибегнуть к маневру. С самого начала речи я сказал, что приехал в Дижон, хотя во Франции останусь всего несколько дней. Я офицер почетного легиона, но визу мне не продлевает. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул, это аплодирует галисты, я знаю, где они сидят. Вечер кончился благополучно. Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романе-Вужо-Ни. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики, принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром, а мне приходилось дегустировать натощак. Я боялся, что опьянею, и все же пил. Отказаться значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами. В нюни меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям, о Конгрессе она ничего не знала, «Я не читаю газет, там такой ужас, что теряешь голову, а мне нужно присматривать за вином. Я люблю читать романы, там, если даже герой погибает, то красиво, благородно». она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что я разбираюсь в вине, отмечая лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил, «Я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками, «Но я читал этот роман. Это ужасно грустная книга. Я даже заплакала, когда убили бедную актрису». Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густым слоем пыли. Это самое лучшее вино в НИИ. Случайно уцелела одна бутылка. Я хотел ее поднести к анонику Киру, но я уверен, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писателя. Он мне говорил, что русские замечательно воевали. Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в метеолите. Я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел Элюар. «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с фаржем в Грецию, в район, который наши удерживают. Это счастье». На следующий вечер я выступал в Версале. Не знал, как меня там встретят. Версаль – город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества Франция Советский Союз, почетный председатель Государственного банка Франции Эмиль Лабери. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки. Он любил искусство. Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок КОРО «Драматический пейзаж». Я не хотел брать слишком ценный подарок. Почему вы решили подарить его мне? Он улыбнулся, потому что я стар и потому что я вас люблю. Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире и все оказалось проще, чем я думал. В постоянный комитет Конгресса включили девять советских делегатов, в том числе и меня. Когда я прощался с Иван Фаржем, он мне сказал «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении». Я ответил, что вполне с ним согласен. В самолете я вспоминал дни Конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились. Некоторые из них потом стали моими близкими друзьями. Да и дело было чистым постараться убедить всех, что Третья мировая война уничтожит цивилизацию. Холодная война проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Всех, кто смелился вымолвить мир, она осуждала за сочувствие к коммунизму. В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс Суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала четырех молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали «Мы хотим мира» и другие оскорбительные слова. Я прочитал правду от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли грязной душонкой, Хемингуэя потерявшим совесть снобом, Фейхтвангера литературным торгашом. Это было несправедливо и бессмысленно. В те годы мы как будто толкали людей к апологетам американской комиссии. Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны, необыкновенные советские люди не Сталин, но полагается ругать Запад. Вот и стараются. Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский Конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского Конгресса прошло 15 лет, движение сторонников мира узнало и романтику, и бюрократию, и победы, и неудачи, и мудрые решения, и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу. Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жреки Римни однажды сказал, бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертву, чтобы юноши 21 века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков. Радуясь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли движения сторонников мира. В темные глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли капля моих лет. А началось все в Париже в ослепительную, на нерадостную весну 1949 года. В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом, культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвал Афлирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о Конгрессе. Прямого сообщения Париж-Москва тогда не было, ночевали в Праге. И я согласился. На Тражском аэродроме молодой человек сказал мне, ваш доклад завтра министр иностранных дел товарищ Крементис просил вас прийти к нему сегодня вечером. Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владом. Это было в Братиславе в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной правды и вдохновитель литературно-художественного журнала «ДАФ» Влада Клементис повел меня под вехи. В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распилочно. Над дверьми он вывешивал веху, сухую ветку. В комнате было людно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхойк, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песни про разбойника Янышика, который грабил богатых и раздавал награбленное голодьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущение, и гордость. Вот мы словаки какие. В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про Конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые хотят начать войну. За несколько лет он изменился, потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал, наверное, нелегко быть министром. Лида принесла бутылку, я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух. У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка, еще настойка, которую я называл зубровкой. Влада оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустяки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, были споры, шутки. Только когда я уходил, Влада вдруг сказал, а ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Кот-Антен. Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно. Если нас что-то спасает, так только верность. Случайно у меня сохранился том литературной энциклопедии, выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку. «ДАВ» еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основные работы ведет молодой талантливый журналист, коммунист Владимир Клементис. Энциклопедию называют среди сотрудников «ДАВа» поничана Новомесского и Лемницкого Даниила Околей. В Праге мне говорили, что «ДАВ» это нечто вроде словацкого варианта «Девятсила». С «Девятсилцами» я познакомился еще в конце 1932 года. Среди них были крупные писатели Незвал, Ванчура, Бибул, Галас, Сейферт. Талантливые художники, режиссеры, архитепторы. К концу 20-х годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбузье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Девятсила» был Тайге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон Кихота. Он умел найти марксистское объяснение «Словотворчество Хлебникова» или «Каллиграмм Аполлинера». Чехия была богатой индустриальной страной. Коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Девятсила» ездили в Париж. Незвал влюбился в Бреттона, а Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе Давы был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы. Для давовцев любой сотрудник Лефа был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира. В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал, постараюсь. Словакии мне сразу пришлись по душе. У них было много бескорыстности, порой наивности, то, что связано с душевной широтой. Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки запикачки и писал ту запикачку, что завернута отдельно, я получил так. Я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услыхав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, но хочет ее отдать, так как любит русских. Конечно, на старый лад, как любили наши отцы. Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запикачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку. Тогда внизу остается мочка, то есть не сгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в запикачке образовалась мочка. Он встал и вышел во двор, чтобы отдать мочку работнику Юро. Тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал бульканье. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын врач в нашем селе. Вот и вся история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать вам вместе с запикачкой. Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запикачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку, потому что любит русских, волнует меня и теперь. Волнует и оговорку Клементиса, конечно, на старый лад, как любили наши отцы. В этом противопоставлении история дава, судьба Клементиса, Новомесского, многих моих друзей. Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. Давовцы мне показали страну, глухие деревушки, Уралы, Татры, Прешев, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри Барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав. Тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В славянской матице висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались анимечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не стоили заводов, они пили в ресторанах Братислава и Кошиц крепкое вино Ассо и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. До Первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным. Все надежды словацких патриотов связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали Генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям славянской матицы казалась загадочным и приходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне. Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают. Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора «Есенин». Не знаю, дожили ли эти славянофилы до сороковых годов, и как они вели себя, пытались с помощью Гитлера освободить русских братьев, или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам. Давовцы любили Россию по-другому. Любили народ октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого. Это было двойной любовью к близкому народу и к революции. Вовлечение давовцев Маяковским теориями лефа, современным искусством было что-то от романтического бунтарства. Кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне. Крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты. И вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом. В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали избыто в костюмерные ансамбли. Новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые фарточки молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века. И, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вдыхать о прошлом. В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах, только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левача или Кежмарок с ратушами и готическими церквами, с аккуратными абонентами журнала Дивохе, казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили Словакии, Брездно, Зволин, Ружамберок, Мартин, походили на большие села, несколько городских домов, и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясиновой меня повезли в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В таком же избе я увидел Элемницкого. Он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лаца Новомески повез меня на Рождество в село Сеницы, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт, Давовец Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами, а Лаца и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Рагоне, Пастернаке. Клементис возил меня в свое село Тисовец. Его родители подчевали нас галушками, с львовицей, зубровкой, радушно суетились. Давовцы мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующие души печь капитализма. В этом и было своеобразие Дава, его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы Атару, или о Яношике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился ряд идеалистических заблуждений, нужно к тому-то подойти по-марксистски. Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Влада заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главная борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни ненастоящего искусства. Мое дело партия. В 1940-1941 годах Влада сидел в английском лагере на севере Шотландии. Времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их незаконченной хроникой. Книга показывает, насколько ее автор близок к стихии искусства, но для Клементиса это было только вылазкой из крепости между винтовкой солдата и министерским портфелем. О том, что Лацо новомесский поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь Аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939 он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который подготавлял словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзия. Однажды он мне сказал, совесть подсказывает. Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты. Это его долг, но не призвание. Клементис и Новомеский были разными людьми, но они любили друг друга. И судьба у них оказалась схожей. В 1936 году в курортном местечке Тринчанской Теплице по инициативе Дава состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков. Некоторые из них потом пошли за сепаратистами, католиками, поставившими на победу Гитлера. Другие участвовали в сопротивлении, партизанили. Клементис и его друзья Давовцы убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов и подымал кулак. Я сказал Владу совсем как в Испании. Скоро началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомесского. Мы говорили о боях, о комитете по невмешательству, о бинтербригадовцах. Только на минуту я припомнил Влада хаты светлой зелень Словакии. Лацо писал стихи. Хотел пересчитать я звездные отары, покуда не сгорят, но тут оттарара забили пулеметы, и звезды новые взлетели к старым оттары ратата о господи оттары. Пришел Мюнхен, гитлеровцы заняли Прагу, мир почернел. Когда началась странная война, я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне. Одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Влада и Лида, огорченные и печальные. Потом пришел снова Клементис. Он был мрачен, но старался меня приободрить. Никогда он не расставался со своим талисманом верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме. Он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Петена капитулировала. Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни. Но он был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух почивал меня едкой запекачкой. В феврале 1948 года в клубе писателей устроили мой вечер сорокалетия литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму государственного секретаря Клементиса. Дорогой Илья, пьем за твое здоровье Тисовскую зубровку. Влада и Лида. О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал. У Влада были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается. Приехав год спустя в Прагу, где помещался секретарь Всемирного Совета мира, я узнал от гофмейстера, что арестовали Лиду Латца Новомесского Ивана Хорвата. Он был до этого послом в Будапеште. Лиду освободили два года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице хотел поговорить, но она пожала руку, сказала, не нужно со мной разговаривать и убежала. Выпустили Новомесского Ивана Хорвата. Латца я видел в Праге, он работал, переводил, на его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения. В книге стихов Новомесского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость». Лучше стать на колени, чем стоять на костре. Лучше спрятать правду в глубинах души, словно в ларе, лишь бы снова потом заявить, что все-таки вертится. Как товарищ Галилей может быть в этом мудрость? Но мудрее мудреца, смелый, веселый, мальчик из сказки кричавший тогда, король голый, совершенно голый, так громко кричал, что просто беда. Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацанова-Месского восторженно встретили на съезде писателей. Околи написал мне, «Вы, наверное, знаете, что организатора и душу дава, товарища Влада Клементиса, ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заключения. Теперь, после устранения несправедливостей пересматривают значение дава для нашей литературы и культуры в широком смысле слова. Передо мной словацкий журнал, в нем фотография Влада. Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи. «Пройдет по тебе верность сердцу и верность судьбе». Накануне казни он сказал люди, что умирает честным коммунистам. Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе по биографии. Мы жили в эпоху, когда лучше думали об истории. Ложь всесущая всесильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Влада, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой, но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед. А сейчас я думаю о далеком вечере под вехами, когда молодые словацкие писатели пели песню о Янышике. Некоторых нет, другие хлебнули горе, до времени состарились. Вспоминая шалаш над Тисовцем, молодого Влада, его очень чистые светящиеся глаза, слова о борьбе, смеркается, все голубеет, и над мягкими округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда. «Как вы провели последний вечер в Париже?» спросил меня Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал, «А меня замучил американский писатель, хотел, чтобы я ему все объяснил». «Эх, Илья Григорьевич», он оборвал себя, «давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях, а мягкие, печальные. О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно. Но слово «талантлив» не справка в послужном списке, она связана с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев, выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да, кажется, и все руководители движения сторонников мира, знали его глаза. Ясные, холодные. Его эрудицию, память, умение предать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве, менее известном. Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров раб. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. Разгром мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал, и в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня скорее начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он, в свою очередь, как-то признался. Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, они вас защищали. Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с вами он не хочет, да и не может. После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе во время юбилея Белинского я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те пять-шесть лет, когда мы вместе работали в движении сторонников мира. Мы разговаривали в самолетах, в вагонах, часто то в Осло, то в Вене, то в Праге. Александр Александрович, ночью приходил в мой номер и говорил, говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе. Я не скажу, чтобы мы подружились. Уже очень разными мы были. Но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мной откровеннее, чем со многими своих близких друзей. Очевидно, представление о человеке издалека где-то где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало. Я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича. Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не о всем заговаривал. Вот одно из его признаний. Уж я-то знаю, что такое одиночество. Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей, а мы величали друг друга по имени отчеству. Рассказать о Фадееве трудно. Он был человеком очень сложным, наверное, многое от меня ускользало, да и события слишком свежие. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаясь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миш о железном человеке, немного помочь тому, кто через пять или десять лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы. Фадеев писал в течение тридцати пяти лет, а оставил после себя два законченных романа, два незаконченных, несколько рассказов, сотни статей. Александр Александрович говорил, писал много, а написал мало. Я слышал такое объяснение. Фадееву не дают писать, союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы. Действительно, руководство писательскими организациями и движения сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени, но ведь работал он не по неволе, а по охоте. И когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В движении за мир он был неутомим, входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний. Писал он обстоятельно, то просил поговорить с Ненни, то беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа, диригаты могут начать шуметь, хорошо бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении движения. Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза. Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг «Мне больше всего нравится Разгром» — первый роман, написанный 25-летним юношей. Он ответил «Естественно, Разгром пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподнимает, а иногда оно и вяжет». За последнего из УДГ он брался чуть ли не каждый год в течение 12 лет, составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло. Когда Фадеев сел за молодую гвардию, ему было уже не 25, а 44. История краснодонских подростков его взволновала, он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики. Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем культом личности. Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича Герасимов сделал по роману фильм «Тут-то и разразилась гроза». Сталин не прочитал «Молодой гвардии». Фильм его возмутил. В картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. «Где же организация комсомола? Где партийное руководство?» Сталина объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде». Он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы, о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил, «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот. Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной. Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами». Я заговорил о «Молодой гвардии», потому что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодон, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчался, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей. Это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красный и черный» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста. Автор не только в толковании Жильена Сореля не зависел от факта, он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Заля уверял, что лишен воображения, изучал детали быта, которые хотел изобразить, или, как говорят теперь, собирал материал. Работая над романом «На-на», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой. Раскрывая характер героя, он останавливался на какой-нибудь детали его внешности. Толстой мог сделать уши Коренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей, а Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев. Я вспоминаю одну из наших бесед в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он кончен и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». В 51-м меня вызвал Маленков. Изобретение в металлургии, которое перевернет все грандиозное открытие. Вы окажете большую помощь партии, если опишете это. Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале, писал медленно, написано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственный, за что я смогу ответить. И вот оказалось, что изобретение было шарлатанством. Обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал. Я изумился, да что вы, Александр Александрович, я читал отрывки в огоньке, это очень хорошо, измените немного, пусть они изобретают что-нибудь другое, ведь вы пишите о людях, а не о металлургии. До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева. Обычно сдержанный, холодный, вспылив он, краснел и кричал очень тонким голосом. Он закричал из самолёте, вы судите по себе, вы описываете влюбленного инженера, и вам всё равно, что он делает на заводе, а мой роман построен на фактах. Успокоившись, он тихо сказал, мне остаётся одно, выбросите рукопись. Да и себя. Новой книги я уже не начну. Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над последним изудеге, и над чёрной металлургией связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, в том числе противоречия между былым партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне, «На меня многие писатели в обиде. Я их могу понять, но объяснить трудно». Я ответил, «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева». В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении кронштадтского мятежа. Ему было 17 лет, когда он вступил в партию, и 20, когда чекинская организация отправила его делегатом на Десятый съезд. Для него троцкий или рабочая позиция были не страницами краткого курса, а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни. Помню небольшое совещание актива Всемирного Совета мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился жилье Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать. Успех стокгольмского воззвания всем скружил голову. Говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением потребовать от правительств пяти великих держав заключить пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под пакт пятерых. Страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек десять, может быть пятнадцать, раздались громкие аплодисменты, как на многолюбном собрании. Жуэ Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты. Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жуэ Кюри. Мы долго беседовали о двадцатом съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жуэ Кюри сказал Фадеев и в этом сказалась его невероятная воля. Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры, но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями и это меня побеждало. Я, Бернол, мы рассуждаем как ученые, вы для меня остаетесь писателем. И не только вы, возьмите Дастье. Многие его считают политиком, а он поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал, да, его призвание политика. Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жуэ Кюри. Я знал не только книги Фадеева, я знал их автора. Я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жуэ Кюри был прав, говоря, что Фадеев мыслил политическими категориями. Это потом предопределяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием. Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Король Александр Александрович не мог удержаться. В Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейрхольда, потом незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира Штерна, повторял «Его обманывает». В конце сороковых годов многое ему претило, и опять-таки он находил объяснение «Мутная волна, Сталин ее удерживает». К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал «Я двух людей боюсь, мою мать и Сталина. Боюсь и люблю». Фадеев иногда говорил о какой-либо книге, конечно, талантливо, но поймите меня правильно, дело не в абсолютных оценках, есть государственные точки зрения, и в этом плане книга вредная. Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Колстой. Это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с изобилием предаточных были или стали для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного Совета или о беседе с одним из руководителей движения. Он просил меня помочь. Садился за стол, у него был разборчивый почерк. Диктуйте, вы можете все это описать короткими фразами. Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности. Как он может научить? Он и не хотел учить. Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считает неудавшимся. Толстой написал воскресенье, чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого. Но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма. Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей. Мост, а порой и пропасть. Еще будучи одним из руководителей РАП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить. РАПовцы тогда нападали не только на правых попутчиков, но и на Маяковского. Удивительно, название «Столбовая дорога» не само по себе. Романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным. Название удивительно по своей судьбе. РАП распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений и при этом зорко следили за тем, чтобы все писатели шли по одной литературной дороге. Тропинки приравнивались к тупикам. При этом шоссе, или говоря языком Фадеева, «Столбовая дорога» была от нить непрямой. Она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем провели эти иллюзии, а в 1949 году, растердившись на одного критика, он сказал мне, «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик и только». Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходившее за пределы принятых формулировок. Он, например, одновремя давал такое объяснение социалистическому реализму, показать людей не такими, какими они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века. Но есть в такой постановке пафос, масштаб. Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев докладе обречил одного из таких критиков в коварстве. «Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке». Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать? Мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убедил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» спросила погибая лягушка. «Не знаю, такой у меня характер», ответил «Скорпион». Критик сидел рядом со мной. Он громко сказал «Дело не в характере, просто скорпион не доверял лягушке». В 1928 году Фадеев нападал на поэму «Хорошо» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму историческим событием. Изменилась не столько оценка поэзии, сколько подход к литературе. В речах Фадеева появились новые ноты. Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом. Он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил отход от жизни некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал, Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию? Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал чтение только для того, чтобы спросить, хорошо? Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни. И не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идеи он, как и миллион его современников, связывались с каждым словом справедливым или несправедливым Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не шпион, что Зощенко не враг, что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое. Для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина закон. В годы гражданки я был дважды ранен, сказал мне Фадеев при нашей последней встрече. Врачи говорили, что ранение тяжелое, но была молодость, да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом. Иногда он обрывал признание шуткой. Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар. И, увидев мое изумление, добавил, но я вам признаюсь, я дальтонист. И он засмеялся своим незабываемым смехом. Он казался суровым, но много раз и видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштамма, хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. Десять лет спустя он сказал мне, помните Гарри? Он обрушился на ваш день второй. Так вот, он вернулся из концлагеря, написал интересную повесть, чем-то напоминает смерть Ивана Ильича. Положение у него тяжелое. Попробую протолкнуть. В следующей встрече он мрачно сказал, с Гарри ничего не вышло. С каждым годом он мрачнел, глаза все чаще казались холодными, невидящими. Он начал чаще и больше пить. Пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы. Хотел забыться. В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в литературной газете статью Фадеева, в которой он резко нападал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным. Александр Александрович несколько раз восторгом говорил мне об этом романе. Ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина. Появились резкие статьи. Фадеев продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья появилось сообщение о реабилитации врачей. Что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал «Вы в меня не бросите камень». Я попросту испугался. Я спросил «Ну почему после его смерти?» Он ответил «Я думал, что начинается самое страшное». Он это повторил потом много раз. Ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу «Фактор», который Фадеев всегда брал с собой для трудных политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала с Александром Александровичем что-то неладное. Он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана. В конце 1954 года на втором съезде писателей Фадеев говоря о романе «За правое дело» и своей статье покаялся на людях. Я очень жалею, что проявил слабость. Александр Александрович был человеком крепчайшим. Много ел, много пил, мог пробежать десяток километров, просиживал ночи на заседаниях и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне «Я увы все еще болен и должно быть еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он конечно скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья, однако поберегите его. Это ведь все на нервах и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте». При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен, ноги болят, не могу ходить. Роман, как я вам рассказывал, пропал. Словом, плохо. Я пытался его ободрить, говорил, что болезнь пройдет, он на десять лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой, мотор отказывает. Через два месяца позвонили. Фадеев покончил с собой. Как всегда в таких случаях люди начали гадать, искали резонов, вспоминали хорошее и плохое. Наверное, причин было много. В жизни он не щадил себя. Пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать над пережитым, написанным, все как-то обнажилось, тут-то начал отказывать мотор. Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Рост он был большого, выделялся на любом собрании. Да и человеком был большим и в беспощадности и в нежности и в вере и в беде. Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим. Сессия постоянного комитета Парижского Конгресса. Это было в нравах того времени. Поздно решали, поздно запрашивали визы, то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетел из Праги рано утром. Мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было. Оказалось, что нам сучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фадеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание. Сесть я уже началась. Я плохо слушал доклад Д'Арбузье о борьбе за мир в Черной Африке. Мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол. Фадеев, Василевская и Корнечук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат коммунист. Это тучный, черный, веселый человек. Он знает множество языков. Французский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то, забыл какие. Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол. Иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить, придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал. Он наухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара. Я выпью стойки кофе. Но Серени сказал, что посол нас сейчас накормит и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута. Посол принял нас в кабинете. Никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корничеку и мне, что капитализм не похож на социализм и что время нужно вести себе иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злобы краснел. Я все время глядел на часы половина второго. Через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не выдержу. Вдруг Корничек прервал посла. Мы, знаете, вылетели в семь утра на тощак. Столовое посольство помещалось в полуподвальном помещении. Пахло капустой, свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корничеку, я лучше похожу по городу. Ты с ума сошел, ведь у тебя нет ни одной лиры. Я понимал, что поступая неразумно, но заупрямился. Обидно было стоять и ждать. Когда я выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня, вы Илья Оренбург? Он представился, Вишневский, корреспондент Тасса, и стал хвалить мои книги. Я взмолил, о книгах поговорим в другой раз, но может быть вы одолжите мне немного лир, столько сколько нужно, чтобы пообедать, нам еще не выдали денег. Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным, может быть потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотропезник достался интересный, Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях. На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти. От тебя пахнет вином. Ты значит обедал? В зале можно было курить, человека трудно удовлетворить, я успел выкурить все, что было в моем кесете, а лир не было. Я начал стрелять сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательно. Интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции? Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились. Изменился я. Впервые был подготовлен понять величие этого города. где двадцать веков мирно сосуществует. На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции. Тот же план Маршала, тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, беспрорывные забастовки и одновременно восстановление экономики, американские военные надписи на стенах «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из бутырской тюрьмы. Двадцать пять лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражение не вызывали разуверения. Я написал эти строки и задумался. Может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей. Да и грусть, наверное, охватывает меня, потому что в этом городе прошла моя молодость. Кажется, на второй день сессии художник Рената Гутузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин. Мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гутузо страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя, хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит. Он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо. Писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты. Особенно его увлекала картошка в плетеной корзине. Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка. Мы получили дня за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил, разреши мне сегодня заплатить. Даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник. У меня било сердце, вдруг не остановит вовремя. Однако Гутоза всякий раз брал меня за руку. Брось, ты здесь в гостях. Люди, которые с нами ужинали, были интересными. Поэты, живописцы, режиссеры. Но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого, Гутуза не указывал его профессии. А я не мог понять, откуда у Рената столько денег. В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет. Каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо. Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто. Там нам подали артишоки по-еврейски. Их кипятят в оливковом масле, они раскрываются как розы, и листики хрустят на зубах. В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал, «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаней. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. Что же, покажи портрет жениху, ему понравится, сказал Карло Леви. Она смутилась. Боюсь, он у меня ревнилый. Все рассмеялись. Кто-то посоветовал девушке продать рисунок, за него дадут по меньшей мере двести тысяч, у тебя будет хорошее преданное. Она вспыхнула, «Что вы? Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью». Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гутуза и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане, мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал, «Знаменитый мастер», а потом вдруг признался, «Ну вот потолок Микеланджело, не понимая, как он написал руку Сибиллы». Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами проголивались делегаты, болгары, сенегальцы, японцы. Все напоминало маскарад былых времен. Карло Леви писатель и художник, а теперь ко всему и сенатор. Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым, ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф. Нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог. У нас полицейский снисходительнее к писателям, рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня. Где это у вас? В Советском Союзе в Москве полицейский восторженно схватил мою руку. Ваш человек полетел на луну. Он отпустил нас, не взяв штрафа. Карло Леви живет возле парка Пинчо в большой захламленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов. У Мольберта он тоже кажется ленивым. Кистью едва касается холста. Похоже, что кошка умывается лапкой. Но, Бог-то мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимо ленивый человек. В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболе». Она автобиографична. Молодого Карла врач-антифашиста отправили в ссылку на юг в нищую пустынную Калабрию, где говорят, что Христос остановился в Эболе. Дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карла Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность. Сразу чувствуешь, что она написана живописцем. Читатель видит пейзажи, сцены, людей. Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать. Он изъездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данила Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карла Леви пешеход. Оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами. Может быть, дело не только в цвете. Карла должен любить этих животных. Они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карла Леви далек от куцых истин воистину абстрактных и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять. На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе. Жил он тогда на верхнем этаже старого дворца. Внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карла, что мне нужно выступить на митинге в театре Адриано. Я не знаю, что сказать. Карла улыбнулся. Что сказать вы знаете. Но я хочу вам посоветовать. Говорите по-итальянски. Я засмеялся. Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски. Он предложил перевести мою речь на итальянский. Я ее прочитаю. Я решил рискнуть. Когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл. Понимаю наполовину. Мы гуляли по старому Риму. Карла сказал, здесь живет один мой знакомый. Он был фашистом, но в общем человек неплохой. У него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу. Карло Леви оказался прав. Когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешено. Я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски, это было неслыханно. Об этом написали даже антисоветские газеты. Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы Сальберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные». Это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма. Безразличие, равнодушие, скука. Моравиа писатель трудный, и не по форме, а по содержанию. Вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире, без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель Бокаччо. Однако Моравиа мало занимает интрига действия. Своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых, не ярких бабочек возрождения, а зверевших печальных тараканов. его римские рассказы чем-то напоминает один из фильмов, который меня покорил, «Сладкую жизнь». Может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сыновитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу. Мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые. Потом сказал, я люблю рисовать стариков и старух. К старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков, я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников, над ней я смеюсь. У Муравия часто на лице скука, он машинально отвечает, знаю, знаю, но иногда его лицо светлеет. Мне кажется, от подавленной нежности. Так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу. Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю по облику, а большинство его жителей виноделы. В Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор, фраскати, альбано, джензано. Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещение. Вина окрестности Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат, и вкус. Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели в мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи. Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких уличках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком Фиате ехали два журналиста из Унита. Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся. Может быть в вашей гостинице? Я никогда не был в римском ресторане. Вы что, здесь недавно? Скоро год, но мы ведь обедаем в нашей столовой. Мы остановились и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня. Они там несколько раз ужинали. Хозяин товарищ. Ресторан был переполнен. Посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину «Покорми нас, это русские товарищи». Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню выражить над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивши ни слова, вдруг восторженно сказал, вот как они едят, и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяин это и дело подзывали посетителей. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне, я вас сразу узнал. Говори, мы хотели заплатить, он рассердился, не нужно меня обижать. Он сказал посетителям, выпьем за писателя, за советский народ. Вино ставлю я. Люди подходили, чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Жованно, кто о своих дочках, и все это было пусто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал, кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год. А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку. Вот они какие. Два дня спустя один из сотрудников унита повез меня во Фраскатти, винодельческий городок неподалеку от Альбана. Руководители итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше, в Москве, в Париже или в Испании. Других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены полюбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших киноработников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг. Нет конца. Тольятти усмехался, но если показал мост без перил, и человека, который падает в воду, заставит тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески. Слушай, Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи, связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик. Там крестьяне, много женщин с детьми поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей. Вот погляди на моих. Тольятти разговаривал с ними так же, естественно, как со мной. В последующие годы я несколько раз беседовал с поэтой Соликатой. Часто встречался с Донини. В движении сторонников мира работал спокойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке. Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. вспоминаю, вспоминаю, как принимал меня в старом палаццо в Экио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пиро. Мне сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в троте я встретил сотрудников левой католической газеты. Они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах. Споры походили скорее на поиски себя вслух, чем на словесные поединки. Мне везло. После 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии. То заседание Бюро Всемирного Совета Мира, то Ассамблею Общества Европейской Культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча круглого стола. Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на уличках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной лугке, опоясанной древними крепостными стенами, там, что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники. Впервые я увидел Италию полвека назад. Многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы, построили современные рабочие поселки, а Теринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. поднялся уровень жизни, возросли тиражи книг, начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся, исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада, переводит много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая воловьи отликов, несут савереницы маленьких фиатов, мотоциклов, но характер народа, который меня поразил и покорил, когда я был зеленым юношей, остался тем же. С некоторыми писателями я познакомил со Светторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини, другие, как, например, Протолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно, эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил, лет через двадцать-тридцать мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми. Я вполне допускаю, что в недалеком будущем машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной. Ведь то, что машине покажется ошибкой, может оказаться находкой, открытием, началом творчества. «Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника Моранди. Это главным образом натюрморты, бутылки, скромных три-четыре неярких тона. При всей философской глубине в них нет рассудочности, сухости, они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был. Этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник. Он жил уединенно в Болонье и писал бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию навстречу круглого стола. Я надеялся, поеду потом в Болонью и увижу Моранди. Аморанди уже не было. Он умер за месяц до того. Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами. Кроме Дестика узнал Феллини, Висконти, Десантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивость изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо. Но есть еще одно свойство. Итальянские фильмы искренни. А искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников. Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья. Я думаю, прежде всего, о Карло Леви и Рената Гутузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под 60. В этом возрасте слишком часто теряет друзей и неохотно обзаводится новыми. Мы видимся редко, порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет. Навсегда говорим о вещах нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, не похожей на мою, да и поколение другое. Карло много моложе меня, а Рената мог бы быть моим сыном. Я их понимаю, и они понимают меня. Мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите. Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокко Дипапо над Римом. Автобус, забравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие улицы, белье на веревках, ветвора. Мы подымались медленно, пределы глядели вниз, виноградники, долины, где-то далеко сизоватая пустота моря. На крутых уличках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка, местный комитет итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира, музыкальное училище. Наконец, мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме, у слонов необычайные глаза, а здесь ослики, как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю. Неделя это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно, время умирать, а я об этом не думаю. На сердце совсем другое. Неделя это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей, или вернее за клочьями картин, во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья. Наверное, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг оглянувшись, я увидел циферблат. Через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал, вот только дополз и, пожалуйста, вниз. Слишком часто так бывало. Суеверно я повторял старым оглохшим домам, ослику, вывескам, до свидания. Короче, как говорят итальянцы, чао. Вернусь к четвертому ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию. Итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию, потому что там никогда не был, а Гутузо говорил, значит, ты не видел Италии. Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку. Завтра мы вылетаем в Москву, есть указания, с нами поедет Джулио, мы должны приехать до праздников, желая вам хорошо провести последний вечер Фадеев. Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу, на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась, как вчера, как много веков назад. В пражской гостинице Алькрон в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете в Леднице через час нам дадут чай. На аэродроме Чешка приговаривала, да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета. Александр Александрович повторял, нужно лететь, мы должны сегодня быть в Москве. Я сел в самолете рядом с Жалео, он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал, с Югославина было нелегко, некоторые члены комитета возражали. Я вдруг уснул, а проснулся от того, что Жалео Кюри схватил меня за руку, смотрите. В маленькое оконце я увидел купы деревьев с последними редкими листьями. Они были не внизу, а выше нас. Самолет резко развернулся. Возвращаемся в Прагу, туман. На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в комитет защиты мира, но никто не отвечал. Рано еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился. У нас нет крон, понимаете? Жалео Кюри шепнул мне, как бы раздобыть чашечку кофе. Мне что-то не по себе. Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину, последней для Фадеева. Александр Александрович пробовал запротестовать. Вы с ума сошли? Вдруг мы не дозвонимся до Чехов? Я махнул рукой. Жалео Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил, вы думаете иногда о смерти? Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме Алса. Все же мы долетели до Москвы. Продолжение следует...